добрый день уважаемые подписчики и не подписчики так как вы заметили что я последнее время готовлю много на топленом масле я больше чем уверен многие из вас могут сделать топленое масло в домашних условиях без моей помощи но я думаю это будет видео интересно тем кто этого никогда не делал и сейчас самый момент посмотреть как это делается приступим ничего сверхъестественного я не предлагаю я взял просто широкую сковороду и закину туда масло я даже не могу сказать сколько примерно она была у меня маленьких пакетиках я его не считал и теперь я на средней температуре потихоньку масло растопил и теперь мне нужно чтобы весь этот белок который сейчас вы видите появился на поверхности сковороды он должен у меня немного ну скажем так как бы закарамелизоваться и нужно поймать тот момент чтобы этот белок у нас не сгорел когда мы увидим что белок принял карамельный цвет мы его пропустим через сито предварительно положить туда бумажную салфетку ну вот мы подходим к кульминационному моменту я сковороду выключаю значит белок у меня уже весь свернулся он частично осел на дне сковородки и частично плавать верху вода у меня вся выпарилась и теперь так масло приобрело такой карамельный цвет и теперь вам нужно мне просто процедить если я по вашему мнению сделал что-то не так или неправильно то я больше чем уверен вы меня научите как делать правильно оставляйте мне по этому поводу свои комментарии я сделаю по вашему рецепту для чего я делаю топленое масло многие могут сказать ну жарить можно и на сливочном на сливочном масле жарить можно но топленое масло уже без без белка и без воды выдерживает на то есть большую температуру я могу смело сказать 200 градусов это не так мало и при этом она не горит в сковороде это очень немаловажный момент особенно вы если хотите вы пожарить рыбу чтобы рыба приобрела хорошую корочку хороший цвет для этого нужно чтобы масло было именно топленое можно конечно сделать на растительном или на оливковом масле но на сливочном все-таки на топленом имею ввиду все-таки вкуснее вот и все ну вот такой вот масло у меня получилось а чистенькая шелковистенькая на этом я заканчиваю этот коротенький обзор не забывайте подписываться на мой канал если вам нравятся мои видео делитесь с ними с друзьями тем самым вы поддержите мой канал на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч